Вот такие малыши-доходяшки выросли из реанимашек. Здравствуйте, друзья! У меня сейчас в руках два малыша, которые я покупала по 100 рублей. И было мало надежды, вот как вы видите, здесь был еще третий цветочек, мало было надежды именно на них, что они восстановятся. Это были реанимашки-доходяшки малыши без корней. Они какое-то время находились в тепличке, в кашпо с сеточкой. Если вы помните, там было много-много таких реанимашек. Сейчас вот я вижу, что они не очень как-то растут. Да, у них растут новые листики, и у одного, и у второго. Но корней вот как-то непонятно. Ну, как бы есть тут единичные корешки, но непонятно, к кому они относятся и куда. Все-таки эта емкость достаточно большая для их корневой системы. И так как у них нет помощника третьего, то все-таки я решила, что пересажу их в индивидуальные стаканчики маленькие. Самые маленькие, которые смогла найти. Сейчас давайте посмотрим, как они выглядят. Так, у одного три-четыре корешка. Вот такие вот. Он, наверное, пойдет в горшочек побольше. А у второго два корешочка. Вот так они тоже в разные стороны. Я их, конечно же, попробую уложить вниз. Я водичкой для этого сейчас корешочки смочу. Прям вот над подносом своим. Попрыскаю, чтобы они были поэластичнее. Если, конечно, они влагу впитают, которую я предложила сейчас. Они сидели в закрытой системе. Керамзит и кокосовые чипсы. Вот, если кто-то не помнит, не успели рассмотреть. Сейчас я им хочу предложить посадку в мелкую кору, в классическую систему. Ну, потому что у меня именно такие горшочки с дырочками. Как бы специально заклеивать дырочки я не буду. Немножко мха в посадку пойдет. Я сейчас его разделю на двоих, так сказать. И ближе, ближе, наверное, к верхнему уровню горшочка буду располагать. Давайте, наверное, начнем вот с маленькой орхидеи, у которой поменьше корней. Здесь керамзит. Я немножко коры сейчас сюда еще положу, прежде чем размещать цветочек. Старые листья удалять не буду. Пускай цветочек возьмет максимум из них. Так, сейчас аккуратно пробую разместить. Все. Держу, держу вот так вот. И потихонечку засыпаю. Грунт это бэушный, проваренный и просохший. Поэтому здесь встречаются различные компоненты. Так вот, средний уровень я... По кругу хочу пустить мох. Чтобы он не касался шейки, я его распределяю ближе к стенкам горшка. И сверху продолжаю также засыпать. Тут и керамзитинки мелкие, и крупные кусочки коры. Шейку хочу немного заглубить. Так, большие куски нам не нужны совсем здесь. Еще хочу уточнить для новичков, что фракцию коры мы выбираем, исходя из размера горшочка и размера цветочка. Ну, соответственно, если корневая маленькая, мы сажаем в маленький горшочек и туда отправляем кору мелкой фракции. Кору можно крупную измельчать вручную. И, ну, так же делать посадки. Вот у меня тут компаньоны пришли. Товарищи компаньоны, удалитесь, иначе вы мне в видео мешаете. Спасибо. Вот я при вас сейчас кусочек коры разломила. И вот так отправляю в посадочку. Ну, как пахнет. Пахнет хорошо очень. Лесом, елочкой. Так как кора сосновая, соответственно, и запах такой. Вот здесь вот крупные кусочки выкладываю. Беру вот из емкости. Вот у меня стоит в таком мерном стакане. Выборочно. Сейчас поливать не буду, потому что я опрыскала корешок, и мох тоже опрыскал. Он влажный. Вот так выглядит сейчас посадочка. Вот корешочек видно. Он даже не намок. Обратите внимание, он белый. Орхидейка должна будет приучить свои корни к работе в грунте. Орхидейка углублена туда в посадку. И обращаю внимание, что нужно быть осторожным, чтобы вот сюда в пазухи листьев не попала вода случайно. То есть поливать нужно будет строго по краешку. Так, одна готова. Беру следующую орхидейку. У нее листочков побольше. Вот эти вот, хоть они и такие страшненькие, но они в тургаре. Вот они, ну, вот как бы плотные листики. Здесь корешочек вот наполовину смочился, а здесь водичка не впиталась, то есть не умеет работать в грунте. Вниз я отправляю крупные кусочки коры, так же, как и в том горшочке. И стараюсь без потерь разместить аккуратно корешочки здесь. Тоненькие такие. Очень нежненькие. Чтобы у меня ничего не поломалось. Каждый корешок на вес золота. Так, осторожно, осторожно. Помогаю пальцами всеми, какими только возможно. Так, крупные кусочки коры выкладываю так же. Вот. И засыпаю. Вот керамзит, сафлора, мелкая кора, все здесь. Ой, камушек даже утяжеляющий. Все присутствует. Вот так вот я наполовину наполнила горшочек. И по внешнему контуру пускаю мох. Мох, который будет удерживать влагу при поливе проливом. Как я все орхидейки поливаю проливом. Он будет быстренько впитывать в себя влагу и отдавать среднему уровню посадки. Продолжаю засыпать. Мелкий-мелкий грунт здесь так и должно быть. Иначе посадка будет просыхать очень-очень быстро. Если мы положим пять кусочков коры, пять огромных кусочков, сквозь них, через щели будет очень быстро проходить воздухообмен и интенсивно. И, соответственно, будет быстро-быстро просыхать посадка. Для малышей это критично. Их держат в коре, да, многие, вы знаете, возможно, и вы сами такие посадки делаете. Все-таки малышам нужен немножко более бережный уход, да. Хотя я в моем случае все-таки их привожу к поливу такому же, как и все остальные. Вот белый кончик воздушного корня. Вот корешок, который был в грунте, и он смог позеленеть после подачи воды ему. Поставлю я их на то же самое место, где они стояли. Это облегчит им адаптацию. Сейчас вот здесь немножко заброшу еще грунта, потому что здесь такие дырки образовались своеобразные. Чтобы вот орхидея не выскочила у меня из посадки, я сейчас немножечко ей добавлю. Вот так. Почему я не добавила кокосовых чипсов сюда? Потому что, во-первых, влагоемкость увеличивается тогда. И я предполагаю, что чипсы, они все-таки перед вторичной посадкой их лучше проварить, ибо они очень хорошо впитывают себя и быстро накапливают соли. Вот здесь, если заметите, здесь черное место есть такое. Это я предполагаю, что это соли. Вот здесь тоже, вот, с одного бока черное. Поэтому, ну как бы, у меня такое предположение, что нужно их проварить, прежде чем отправлять в какую-либо посадку. И здесь не столько важна микрофлора в горшочке, сколько наличие вот этих вот ненужных солей, которые могут впоследствии обжечь корни орхидеи. Вот такая посадочка получилась двух малышей. У них пока еще нет своих номеров. Они как реанимашки у меня идут. Подписаны как Лена. И дата 30-е, 10-е, вот, когда они ко мне попали. Поэтому продолжаю их так же называть. Ну и надеюсь на быстрый и скорый их рост в новой системе посадки. Спасибо большое вам за внимание. Подписывайтесь на канал. Ставьте колокольчик, чтобы приходили оповещения о новых видео. Ну и ставьте лайки. Я, конечно, вижу вашу активность и благодарю каждого, если вы ее проявляете. Всего вам хорошего, здоровья и до скорых встреч!